Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Почему слова, которыми апостол Петр исповедует Христа, разнятся в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки? Но сначала вспомним контекст, по какому случаю апостол Петр совершает это исповедание Христа. И мы читаем Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 16 стих. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. И мы видим, как в трех Евангелиях, в Евангелии от Матфея, от Марка и от Луки, это значимое исповедание апостола Петра, оно разнится. Так, у Матфея мы уже прочитали «Ты Христос, сын Бога Живаго», у Марка, 8 глава, 29 стих, просто «Ты Христос». У Луки Петр говорит, что он почитает Иисуса за Христа Божия. Это 9 глава, 20 стих, Евангелие от Луки. В чем проблема этих, казалось бы, существенных разночтений? Экзегеты имеют такое рассуждение по этому вопросу. Существует несколько причин, из-за которых записи исповедания Петра различаются в Евангелиях. Во-первых, Петр, возможно, говорил по-арамейски, а Евангелие, записанное на греческом, ну, как минимум, Евангелие от Марка и от Луки. По преданию, которое озвучивает Евсей веки Сарийский, отец церковной истории, Матфей писал по-сирийски. Сирийским тогда называли арамейский язык. А Евангелие записано на греческом, поэтому некоторые изменения являются естественным результатом, следствием разного перевода одних и тех же слов. Во-вторых, авторы Евангелия иногда перефразировали содержание сказанного, как и сейчас это делают, например, журналисты. В-третьих, другие авторы выбирали и сокращали сказанное, чтобы оно подошло к теме их книг или чтобы усилить смысл. Важно отметить, что авторы Евангелий никогда не выдумывали эти слова, но всегда передавали их. Более того, их рассказы находились в соответствии с теми стандартами, которые существовали в то время. Также там, где мы имеем много сообщений, все они передаются по-разному. Например, все три сообщения отмечают, что Иисус Христос Божий. Создается впечатление, что если все сообщения сложить вместе, то можно получить первоначальное дословное утверждение. Вот такая точка зрения специалистов. И действительно, если мы сложим все сообщения вместе от Матфея, Марка и Луки, получится следующее. «Матфей, ты Христос, Сын Бога Живаго». Марк, ты Христос, прибавляем от Матфея, Сын Бога Живаго. Лука, у него сказано «Христос Божий», «А ты Христос, Сын Живаго Бога», если мы прибавляем и от Матфея, и от Марка. Здесь очень важно понять, что на самом деле евангелисты могли дополнять друг друга. Марк всегда выдерживает лаконический стиль, потому что это проповеди Петра для латинян, а им не присуще многословие. Матфей старается говорить более подробно, обстоятельно, насколько это ему возможно. Таким образом, главная мысль передается, что «Христос, Он Сын Божий», «Христос, Он Сын Бога Живаго». Таким образом, с одной стороны, они как бы и не повторяют друг друга, и в то же время уточняются некие моменты. Так что один евангелист по-своему дополняет другого. Итак, друзья, мы сегодня рассмотрели один из вопросов. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши беседы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok